Да, у нас была эта группа, волчья стая, и во время войны Абхазии эта группа сформирована еще тогда. И все присутствующие здесь, все входят в эту стаю. Это волчья стая, это группа наша, которая идет только вперед, чтобы достичь своих целей, и не шагу назад. Ну, не все через гору пришли, потому что к тому времени уже был налажен путь через море, то есть Баркас приплывал до Сочи, оттуда его до Гудауты привозили. Правда, было рискованно, конечно, по морю еще больше риска было. А некоторые, вот есть здесь товарищи, которые пешком пришли с оружием, как бы на горбу, с патронами, с боеприпасами, перешли через эту гору. Были много препятствий, были сопротивления, были всякие там препятствия, чтобы ребята не дошли до Абхазии. Не знаю, где-то говорили, что можно, а когда уже начали идти, получалось, что нельзя. Но все равно ребята дошли. Изначально ребят разными группами пришли, кто 21, кто 22, по-разному пришли. Поэтому группа сформировалась после того, как первая группа пришла, а вторая группа... 19-го числа, 7 часов 10 минут, мы вышли из Чечни на пяти КамАЗах. Вот со мной рядом сидит люди, которые со мной вместе через перевал на этих пяти КамАЗах ехали. Да, Амрадик, вот ребята, которые... Это самое, ребята на месте, брат его старший. И, короче, вот мы, когда через горы шли, вот те препятствия, которые были, он мне напоминает, и когда на Бесланском посту нас остановили. И, да, не то, что... Почему остановили? Ну, остановили, мы-то вроде бы ехали все, но мне это самому было как гражданского человека интересно, вооруженный до зубов, через всю Россию едут люди, короче, и мне было интересно, как я так не едем. Да, да. И, короче, сначала в Бесланском нас остановили, зенитку поставили, хотели, короче, нас не пускать сюда. Но мы, короче, когда Сулейман тоже здесь с нами был, короче, и вот когда зенитку поставили, ну, естественно, мы какие-то... не мы, а они какие-то ребята были, шумоголовые, вышли, они это быстро вопрос утрясали, и потом, и дальше, когда мы шли, и когда к Абарду заехали, и Брагим Яганов был, и уже и Брагим Яганов выходил, когда полицейские посты стояли, ну, в то время милицейские посты. И вот это через все преграды, их много было действительно, тогда еще когда шли. Потому что политического согласия никогда не бывает единое в руководстве любой страны. Но и были, которые сторонники за, чтобы мы попали сюда, и были сторонники, которые против. Поэтому эти препятствия были. У меня был друг Феликс, в Абхазии. Фамилию не помните? Фамилию не могу вспомнить. Он где-то себя решил. Феликс, его отец где-то агрономии, где-то работал. Белая семерка была у него, отца я помню. Очень хорошая семья. После боя он к себе в гости меня всегда звал. Там перепелок, постреляет по малыбу, сделал чисто по гостеприимству. На волоски пошли, попали мы грузинам. Прямо сведе их грузинской позиции потихоньку прошли. Без одного выстрела исчезли. Вот, посмотрите, получилось. И в некоторых местах, там, эти, разгрузки крови, там, порванные, может, отсюда, когда мы стреляли, Манзычка вот здесь, Манзычка, горько, сопко, подгагри, штурм. Давай вверх, давай вверх, мы с Феликсом вверх идем. Там, они, оказывается, ловушки ставили, а наши ребята все не знали, или же Абхазцы, может быть, они ставили, чтобы они нашу позицию не доходили. Там ветки, а я не замечаю, наступил на ветки, и я коком туда взяну. А там вот так, наколенные, очищенные, колочки, туда падаешь, и все. И я за дерево, а дерево только очкуренное, его не подержишь, вот одна деревяшка я поймал, и туда. И он, Феликс, мне подожди, держи, 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 кричитно. И это время он нашел где-то палку, что примерно сейчас я все вспомнить не могу, потому что реакция там была другой, потому что там оставалось совсем сантиметров 20, до колочки мне упасть, и все. Вот случай. Мы в Гудоите были, у вас земляк Гудоите приехал, уже на вторые сутки не мог кровь найти, отрицательно. Я ему дал сколько им надо, и он меня тогда называл кровный брат, кровный брат. Вот я его хотел найти, который кровь искал, и Мерседес был, на американском, и старший лейтенант был. А кровный у нас было. Имя, фамилию, не знаете? А я говорил в то время, сам знаешь, вообще имя никак не могу запомнить. Третье, 30-е, в октябре было, числа 20-15, потому что мы в конце октября уже домой уехали. 2 ноября уже дома. Ага, в октябре 93-е. Да, он меня очень хотел в то время семьями даже друзей, кровный брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова